Сегодня байкерское движение в России становится настоящим символом патриотического духа и борьбы за традиционные ценности. Безвозвратно прошли те времена, когда в обществе байкеров воспринимали как бунтарей и сторонников всего западного. Теперь они стали олицетворением настоящего русского богатыря на железном коне, который до конца готов стоять за Русь-матушку. И не случайно. Ведь какая бы патриотическая акция ни проходила, практически везде не обходится без байкеров. И вот сегодня, 19 сентября, байкерский клуб «Ост-МС» совместно с клубом «Виктори Райдерс» проводят акцию памяти в Кронштадте возле памятника петерговскому десанту. На самом деле десант можно назвать кронштадтским. Ведь именно с этого места, 5 октября 1941 года, 513 добровольцев, моряков различных боевых кораблей уходили на свое последнее боевое задание. В их задачу входило высадиться в Нижнем парке Петергофа и прорвать оборону немцев с целью соединения с частями 8-й армии Ленинградского фронта. К сожалению, почти все они погибли. В плен попало несколько человек, а до конца войны дожил только один. Обо всех деталях этого выдающегося примера самопожертвования ради Отечества рассказал сегодня про Таирей Вячеслав Харинов. Героическая летопись русского солдата во все времена была неразрывно связана с православными духовными смыслами. Православная церковь всегда, собственно, и была тем институтом, который формировал патриотическое чувство в человеке. И вся та лексика, которая была использована для обоснования защиты Отечества, это лексика церковная. Трансформация лексики происходит в главном политуправлении РКК. Вдруг появилась церковно-славянская вязь на плакатах, появились немыслимые такие словосочетания, как «святая Русь», «священная война», такой поповский лексикон и так далее. Но есть еще одна существенная причина, почему отец Вячеслав сегодня оказался среди байкеров. По благословению «Священном начале» я возглавляю и мотоклуб «Ост-МС», являюсь президентом его. Мы проводим около 15 таких акций в течение всего летнего сезона. И кронштадтский десант мы проводим уже третий раз. Отец Вячеслав очень популярен в байкерской среде. Их памятные акции очень гармонично переплетаются с любовью к мотоциклам. Президент этого клуба, отец Вячеслав Харинов, уникальный человек в мото-мире и довольно-таки известная личность среди нас, байкеров. Люди совершенно разные, совершенно разный социальный статус у людей, совершенно разный достаток, но это не имеет никакого значения. Главное, что мотоцикл для нас и для нас всех – это не средство передвижения, это средство общения. Байкерское братство тоже сродни тем героям, которые бок о бок защищали нашу Родину в былые времена. Теперь они встали на ее защиту, сохраняя нашу память. Каждая их акция – это своего рода отдельное сражение за умы, за сердца, за наши души. И чем больше этих битв они выиграют, тем сильнее будет наша Родина.